Привет, меня зовут Валя Петрова, и я расскажу сегодня о художественной практике Анны Щербины. Аня, мне кажется, одна из самых интересных художниц в поле современного украинского искусства. Мы познакомились с Аней в 2014 году на курсе современного искусства Кати Бадяновой и Лады Наконечной. Аня в то время заканчивала учебу в Наома. До Наомы у нее был многолетний опыт обучения в художественном училище в Одессе. И на курс Аня пришла, мне кажется, с запросом, который был в тот момент и есть сейчас у очень многих студенток и студентов из Наомы или каких-то других государственных образовательных учреждений в сфере искусства. И запрос этот выглядит следующим образом. Официальное образование не дает учащимся никаких инструментов, с помощью которых они могли бы функционировать и работать как художницы-художники в поле современного искусства. Не дает, не просто не дает каких-то инструментов это образование, оно в принципе не дает альтернативы. И это очень важный момент, потому что когда я размышляю о, собственно, художественной практике Ани, я выделяю для себя две основных линии. Они, с одной стороны, влияют на ее работу, на то, что она делает, а с другой стороны, они в ее работе проявлены. То есть, когда мы смотрим на какие-то примеры того, что она делает, ну, эти две линии, как бы, они очевидны. Первая линия – это, собственно, травма, травма учебы, потому что это многоаспектная проблема, начиная с того, что многие преподаватели берут на себя вот эту роль учителя с большой буквы, ведут себя достаточно авторитарно, в некотором смысле ломая, допустим, этих будущих художниц-художников, перестраивая их под какое-то свое видение. И, кроме того, конечно, вот эта вот условная какая-то школа, которой учат будущих художниц и художников, она достаточно, с одной стороны, консервативна, с другой стороны, однородна и однообразна, хотя, как бы, все эти разные мастерские, они вроде как разные, художники, которые преподаватели, профессура, которые там преподают, они тоже вроде бы разные, но на самом деле они из себя представляют достаточно однородную массу. И работать как бы в этом направлении, оставляясь исключительно с навыками, которые тебе там передает твой мастер и профессор, это на самом деле не состояться как художница и оставаться всегда, ну, даже не то чтобы на вторых ролях, это просто, ну, ни в чем оставаться. И у Ани вот эта работа с травмой и как бы присутствие этой травмы в разные периоды принимала разные формы. Поначалу это, конечно, полный отказ, и я это у многих тоже других художниц наблюдала, когда они говорят, нет, как бы мы мучились там 10-14 лет, мы больше не хотим этим заниматься, мы не будем вот это вот живописать полотна, потому что это вообще не имеет никакого значения, мы хотим другим заниматься. Потом был период попытки переосмысления, как бы, что было этой учебой, что там было не так, как должно быть на самом деле. И следующий этап, это я бы это назвала переприсвоением, потому что если мы говорим про отказ, допустим, от результатов 10 лет учебы, мы говорим не только про отказ, например, от живописи, от традиций или от какой-то определенной школы определенного мастера, а в том числе эти художницы отказываются от своего личного опыта, от многих лет работы и труда. И поэтому переприсвоение дает возможность оставить все это себе и, возможно, даже включить в свою художественную практику, но уже с позиции художницы как субъекта. Художница берет, как бы, власть в свои руки таким образом. И здесь Аня делает очень интересную вещь. Она помимо того, что определяет, называет, идентифицирует себя как художница, она еще называет себя ремесленницей. Таким образом, с одной стороны, это критика ко всей этой учебе, которая была. Аня отказывается от того, чтобы называть себя художницей, потому что она умеет писать маслом, потому что очень многие до сих пор грешат. Я пишу на полотне, соответственно, я художник, я гений. Нет, Аня говорит, это ремесло. Это определенный навык, которым я могу пользоваться, потому что я потратила много времени на учебу. И я этот навык освоила. И вторая очень важная вещь. Таким образом, она себя включает еще и в некую экономическую систему, потому что ремесло — это возможность заработать себе денег на жизнь. С одной стороны, возможность заработать денег на жизнь, с другой стороны, она еще переводит саму мысль о живописи как о чем-то самодостаточном и самостоятельном в область того, что живопись — это такой же инструмент в руках художницы, как на самом деле абсолютно любые другие виды работы с другими медиумами. Это первая линия. Вторая линия ее практики, которая очень важна, — это эмансипация. И эмансипация такая двухуровневая. Первый уровень — это эмансипация личная, потому что Аня художница, я художница, остальные наши очень многие художницы, подруги. Мы — люди с женской социализацией, и современное искусство — это род деятельности, который предполагает публичность. Ты не можешь заниматься современным искусством, находясь только у себя, например, в мастерской или у себя в комнате. Ты хочешь, не хочешь, ты должна выходить, говорить, писать. И женская социализация накладывает такие ограничения на всю эту деятельность определенные. И в результате мы сталкиваемся с неуверенностью в себе, со страхом говорить или писать, со страхом того, что мы будем непоняты, или нас осудят, нам скажут, что мы неинтересны, мы не понимаем. Все это вызывает просто сильнейшую фрустрацию. И как бы бытие художницы — это на самом деле постоянный процесс преодоления фрустрации. И у Ани это есть как бы... Это видно и по ее практике, и просто как бы по общению с ней как с личностью, что этот процесс, он происходит, он уже происходит много лет. И этот процесс дает выход на вот этот второй уровень эмансипации, который заключается в том, что вырабатываются новые принципы работы. Как бы и ее личной работы, и коллективной работы ее с другими. Когда мы говорим о том, что коллективная работа — это не про вертикаль, это про горизонталь, где мы все можем как бы одинаково давать друг другу слово говорить, возможность говорить. И про построение каких-то или попыток построить сообщество. Потому что у нас у всех вот в процессе эмансипации, когда мы рефлексируем этот процесс, мы начинаем замечать точки пересечения с другими. Что у других как бы вот эти же процессы происходят. И там дальше будет видно по работам, о которых я буду говорить, как бы видно, что вот на этих, собственно, точках пересечения появляется или пытается появиться как бы сообщество. Не тусовка, а именно сообщество. Я не буду говорить обо всех работах Ани. Она достаточно разнопланово работает. Как бы связано ли это с ее интересом или с тем, что она, возможно, в какой-то мере еще ищет, с чем ей работать и как работать. Она использует разные медиумы. Это, понятно, не только живопись, это и текст, и рисунок, и видео, и с аудио она работала. Но те работы, которые я выбрала, ее работы, о которых я хотела бы говорить, мне кажется, они как раз, в них видны вот эти две линии, которые я описала. Так, хорошо. Первая работа. Это работа, которую она сделала в рамках резиденции над Богом в городе Винница. В 2014 году резиденция проходила на тот момент, ну и сейчас, как бы в заброшенном кинотеатре России. Вся тема резиденции так или иначе в то время была связана с темой декоммунизации, потому что это только приняли этот закон о декоммунизации. И что делает Аня? Это как бы внутреннее помещение этого кинотеатра. Это стена, которая находится в таком очень разбитом состоянии, потому что кинотеатр заброшен и не функционирует по своему прямому назначению. Это определенным образом декорированная стена. Вот эти два сегмента в середине, до того, как Аня начала эту работу, это были просто две деревяшки, которые там стояли. Аня их достает, Аня пишет на них, собственно, маслом. Она воспроизводит вот этот вот декоративный узор и вставляет это дерево обратно туда, где оно стояло. Единственное, что она не воспроизводит узор полностью, она его слегка видоизменяет. Это не полный хаос, но это такие как бы сдвигания этих элементов со своих мест, где они должны быть, то есть не две как бы вертикальные линии, вот оно чуть-чуть пошло танцевать куда-то в сторону, а что нам как бы говорит о том, что что-то не так. Ну, как бы нам и сама эта вся разрушенная стена говорит о том, что не так. И вот как бы своим художественным жестом Аня усиливает этот момент. Следующая работа, которую она делает в рамках семинара «Метод фонда», у меня есть такой зошит, это материалы публикации, которые они сделали по окончанию семинара. Здесь опубликована, собственно, Анина работа. Я зачитаю буквально коротко описание самого семинара, чтобы было понятно, о чем речь. У цьему зошиті зібраны эскізы и описи мистецких работ учасниц семинара, гипотетичных втручаний, которые происходят в Национальном художном музее Украины протягом осенних и зимовых месяцев 17-18-х годов. Опубликованные эскізы, окременные мистецкие работы, теоретические эссе, формировались в процессе их индивидуальной работы с архивами, сбиркой и выставковым простором музея. Идеи цих напрацюваний походят из загального фокусу семинару, перегляду способов описа и репрезентации соцреализма после Радянского художника музея, относительно властных форм репрезентации соцреализма и таких структурных особенностей этого явления, как централизация музейной мережи, унификованных условий производства и мистецкой обучения. Что делает Аня в рамках этого семинара? Она воспроизводит практику, собственно, обучающую, которая часто появляется в художественных академиях, училищах и прочее, когда студентки и студенты приходят в музей для того, чтобы делать копии с работ, которые там висят, выбирая там себе что-то в зависимости от, не знаю, тематики или сложности живописного изображения. И, как рассказывала мне сама Аня, очень важно в этот момент выбрать правильный ракурс, то, откуда ты смотришь на живописное полотно, как там падает свет, как ты находишься, в общем, в каких взаимоотношениях с этим всем. И Аня выбирает место, собственно, за колонной. И она рисует, делает копию картины в музее, находясь за колонной. Выглядит это следующим образом. То есть здесь как бы важна перспектива, которая как бы меняется. Тут важен этот центральный элемент, огромная колонна, за которой мы там особо ничего не видим. И, собственно, в этом журнале, не знаю, будет видно или нет, в этом журнале были напечатаны эскизы того, как это должно выглядеть. Это уже законченная работа. То есть мы можем говорить здесь о том, что она таким образом как бы ставит под сомнение, в принципе, эту практику. Да, эта практика хороша как нарабатывание, допустим, навыка, набить руку, научиться делать то, что делали другие художники и художницы до нас. Но вместе с тем говорит о том, что большинство всех этих обучающих практик, они достаточно, ну, как бы застывшие в самих себе. И, скажем так, даже этот инструментарий обучения, он должен быть пересмотрен. Если он не пересматривается как бы там десятилетиями, то такое. И очень похожую работу Аня делала чуть раньше. Он тоже был в рамках семинара «Метод фонда». Только это был семинар и последующая выставка, которые проходили в городе Феменицком, в Феменицком областном художественном музее. И я покажу. Она делает очень похожую вещь. Она тоже делает копию. Выглядит это вот так вот. Вот черно-белая печать. Она делает копию. Она делает копию, называется эта работа «Портрет наведомая, написанная из этюду Яблонскую до картинных либ 48-го года». То есть она берет за основу для копии этюд. И в практике, собственно, рисования копии во время обучения рисование с этюда не считается какой-то нормой. То есть берется условный шедевр, берется качественно сделанная работа для того, чтобы вот набить руку. Никто не рисует с этюда. Аня делает эту работу именно рисуя с этюда, чем, опять-таки, мне кажется, вот ставит, собственно, под сомнение, как и в этой работе, как бы что такое есть наш процесс обучения. Дальше. Это немного в другую сторону, но очень важно. Аня состояла в трех коллективах, насколько я знаю, художественных. ЙОД, ККД, Институт модернизации об сценной лексике. Это работа в составе коллектива конкретных дат, который, собственно, сформировался на базе этого нашего процесса обучения на курсе современного искусства у Лады и Кати. Большинство учащихся там, вот как бы, организовались в этот коллектив. У коллектива было несколько работ. Конкретно это было сделано в рамках выставки в Ермилов-центре в Харькове под названием «Эдения. Город будущего». Работа носит название «Три картины в экспозиции». Работа состоит из двух элементов. Первый — это три живописных полотна. Одно в центре, два, их там чуть меньше видно. И аудио, которое носило характер аудиогида. В чем, собственно, сама история? История в том, что Аня и еще один ее коллега, коллега наш из ККД, подрабатывали во время ученичества и после ученичества тем, что рисовали на заказ живопись, которая потом уезжала в другую страну и там продавалась под именем другого художника. И это достаточно популярные практики. И здесь даже некоторые украинские художники так работают. Они нанимают себе учащихся или тех, кто заканчивают. И те делают, скажем так, черновую работу. Здесь вопрос даже не в черновой работе. Это полностью сделанное. То есть то, что, допустим, давали Ане, это был эскиз такой очень приблизительный. И вот это как бы все достаточно аккуратное, реалистичное рисование маслом Аня делала сама. И наши вот товарищи Аня и еще один человек рисуют. Это повторение тех картин, которые они когда-то рисовали на заказ, и которые уже уехали и продались. Они рисуют специально еще одни копии. Им было очень тяжело это делать морально. И они рисуют еще одни копии, которые мы выставляем. И аудиогид к ним идет. Это такой ироничный, но в то же время и пафосный текст о том, что вот как здорово быть художником, что быть художником — это как бы возможность и что-то прекрасное являть миру, и возможность заработать, потому что художники постарше дают художникам помладше эту возможность и практиковаться, и получать деньги за эту практику. И, в общем-то, да, это то наше утопическое будущее, в котором мы уже живем, и не можем это не ценить. Следующая работа — это выставка прятка шабля «Юлэнь», которая была сделана в Кривическом музее в станице Луганской. Коллективная работа, и, мне кажется, она очень важна как для практики Ани, так и для моей практики. И самое главное, мне кажется, она очень важна, в принципе, как бы для того поля искусства, которое в Украине присутствует. Начало этой истории — это 2016 год, когда Аня сделала одну из первых своих таких ознакомительных экспедиций на восток Украины. Тогда очень многие художницы-художники этим занимались. В какой-то период того времени я с ней совершила совместную поездку. Мы оказались в станице Луганской. Станица Луганская находится буквально возле линии разграничения. Это, можем говорить, что это прифронтовой город. Мы совершенно случайно натыкаемся на Кривический музей. Он закрыт на ремонт. Но когда работницы музея услышали, что мы художницы из Киева, нас очень рада встретили, провели внутрь, провели экскурсию, если так можно это называть. Они рассказали о том, каким музей был до войны, как он пострадал во время войны, потому что там была разбита крыша градом во время обстрелов, нарушены какие-то коммуникации. К тому моменту в 2016 году крышу, по-моему, уже почти починили, что-то внутри какие-то работы происходили, но музей был совершенно не готов принимать посетительниц. И самое интересное, что вот это состояние руины, в котором музей оказался, это было состояние руины такой чисто физической, разбитый музей, разбитые помещения. Но это была еще и руина идеологическая, потому что, являясь Краеведческим музеем, по факту этот музей был этнографическим. И основная выставка, постоянная экспозиция, которая там присутствовала, она была о донском казачестве. И, само собой, что ни во время войны, ни после войны, когда она закончится, как бы возврата к этой экспозиции быть не может. По понятным, очевидным причинам. И музей тогда находился вот в таком очень шатком положении, как бы что здесь должно быть. И Аня, и я, мы тогда очень сильно загорелись идеей поработать с этим музеем. Тем более, это был тогда период того, как к ДНД ездили, в принципе, по музеям Востока и сотрудничали с этими разными музеями. И вот в течение двух лет, с 16 до 18, Аня как-то держала в голове эту идею. Она была основной инициаторкой. Она нашла финансирование на этот проект. Очень небольшое, но у нас была возможность сюда поехать, там жить. У нас было две экспедиции. Во время первой мы просто знакомились с музеем, с тем, как он там работает. С фондами знакомились. И во время второй мы, собственно, уже готовили эту выставку. И это очень важная работа. И мне кажется, она важна. Про нее, если что, есть много в интернете, много разных фотографий. Есть тексты, которые мы там писали, какие-то беседы. Уже после того, как все состоялось. Для меня она важна тем, что мы отказались от идей, как привычно уже все происходит. Если это современное искусство, и художницы приезжают из Киева, они делают выставку, то есть делают какие-то работы, их выставляют. Нет, мы там ничего не делали. Мы работали только с фондами самого музея, которые были очень бедные, потому что, ну, как я уже сказала, про казачество ничего нельзя говорить. А кроме казачества там как бы особо ничего и не было. И вот из этих каких-то бедных фондов, буквально в ситуации, когда эти фонды почти отсутствуют, мы, тем не менее, находили какие-то важные вещи и выстраивали из этих вещей где-то очевидные, а где-то неочевидные вот эти вот нарративные линии. И как бы что любопытно, здесь практически ничего нет привнесенного. Если вот там, я не знаю, не смотреть на эту банку с помидорами солеными, потому что там под банкой в корзине там лежали разорвавшиеся снаряды, но даже они не были как бы привнесены нами, потому что появилась практика, вот, собственно, мне кажется, достаточно специфическая. Местные жительницы и жители приносили в музей найденные как бы разорвавшиеся снаряды. И музей их брал. Это на самом деле то, как вообще музеи в принципе работают с фондами, когда у кого-то что-то находится и кто-то жертвует. Это ситуация, когда в музее жертвуют найденный разорвавшийся снаряд. Вот. Но если что, я советую по этой выставке поискать и почитать. Там действительно неплохие материалы есть. И вот эта выставка и вообще эта поездка очень важна в рамках практики Ани Щербины, потому что две следующие работы, о которых я буду говорить, они очень сильно оттуда вырастают. Первая — это «Дейки краевы» дали выборожные Украины. Выставка, которая экспонировалась в 2019 году в галерее Naked Room. Аня собирала много материала вот в течение этих трех лет. Она делала фотографии, она обратила внимание, было сложно не обратить внимание на тот факт, что на востоке Украины какие-то здания разрушены, заброшены, полуразрушены. Не всегда можно определить, они разрушены вследствие войны или они разрушены просто в результате экономического упадка и того, что производство перестает работать, перестает функционировать, как бы там, допустим, те же самые заводы разрушаются. И Аня набрала какое-то количество в общем этого материала. И по этому материалу она делала акварельные зарисовки, вот такие маленькие, с большим паспорту. В центре которого помещало, собственно, изображение разрушенного здания. Но не всегда понятно, вот этот момент не всегда понятен. Это разрушенное здание вследствие войны или вследствие экономического кризиса. До военного еще. То есть то, что произошло там с экономикой в Украине после развала Советского Союза. И это про содержание. А теперь про форму. Что касается формы. Аня делает акварельные зарисовки. Она их помещает в рамку под стекло, и она накрывает их сверху тканью. Вот этот момент накрывания с тканью, это достаточно, мне кажется, музейная практика. Акварели накрываются, потому что иначе они выгорают под солнцем, под солнечными лучами прямыми. И для того, чтобы смотреть такой акварель, нужно подойти, поднять ткань, посмотреть, опустить ткань, уйти. И здесь очень хорошо работает форма на содержание, потому что таким образом мы оказываемся в ситуации, что для того, чтобы посмотреть на разрушение, нам нужно просто вплотную к нему приблизиться. Если мы не приближаемся, то это то разрушение, которое мы не видим. Не видим, либо не хотим замечать. Так, чуть понятнее. Я не знаю, будет ли видно или нет, но вот отсюда начинается на самом деле изображение. То есть вот это вот начало паспарту, и вот в центре маленький акварельный рисунок. И я бы... Ну, кстати, если что, конкретно вот это изображение, это школа в станице Луганской, которая, собственно, она пострадала именно от военных действий. Она была полностью разрушена, и восстановлению не подлежит. И мне здесь кажется очень важным вот что еще сказать. Я в течение достаточно долгого времени думала, что хорошее, идеальное, какое-то невероятно качественное произведение, если мы говорим про современное искусство, это то произведение, в котором форма и содержание находятся... Они не просто дополняют друг друга и позволяют друг другу лучше раскрыться, но они находятся в каком-то условно-одинаковом пропорциональном соотношении. Ну, то есть наша хорошая работа получается, за счет того, что 50% работает содержание, 50% работает форма. Сейчас, мне кажется, что содержание, разумеется, тоже очень важно, но форма все-таки более значима. И правильно сработанная форма, если как бы там все хорошо складывается, если все это правильно подано, она может раскрыть нам больше, чем непосредственно говорит содержание. И конкретно в этой работе Ани Щербин, вот что я заметила. Это ее серия с акварелями, где используется вот этот музейный прием защиты акварели. Я бы сказала, что она не должна быть выставлена в галерее, и для того, чтобы эта форма сработала максимально, максимально как бы хорошо и максимально хорошо, для этого эта работа должна быть помещена в музейное пространство и очень желательно не во временную экспозицию, а в постоянную экспозицию. И только там эта форма, как бы она раскроется в полной мере. Как бы здесь даже дело не в том, что это музейная практика сохранности рисунка акварельного, а в том, что сам по себе музей довольно такая застывшая форма. Понятно, она направлена на то, чтобы хранить произведения искусства и чтобы их показывать в качественных условиях, собственно, хранения, где произведение не должно разрушаться от того, что на него смотрят или мимо ходят или еще как-то. Но кроме этого, сам по себе музей — это застывшая все равно форма. И в этой работе важно то, что вот это вот закрывание тканью говорит о том, что мы находимся в очень застывших условиях, в принципе, жизни. У нас не та культурная ситуация, в которой, допустим, большая часть культурных актерок и акторов находится в состоянии постоянной рефлексии, переосмысления и сомнения. Мы как бы сами здесь застывшие. И вот эта вот ситуация, когда мы не видим проблемы, потому что она прикрыта тряпочкой, это, ну, я не хочу звучать как-то очень пафосно, но мне кажется, это, в принципе, состояние общества. И помещение этой работы в музей, в постоянную экспозицию, как бы она бы усилила вот эту вот какую-то закрытость, нежелание видеть, нежелание замечать. Да, именно в музее эта форма максимально бы раскрылась. И вот следующая работа, которая на самом деле буквально вот почти все о том же, только с другого ракурса, и как бы я сейчас тоже про это скажу. Это работа, которая была на выставке 20 номинантов в ПАЦе в 2019 году «Диспозиция владного погляда на прикладе пейзажу войскового часа». По содержанию. Это все тоже изображение с востока Украины. Это было сколлажировано из разных поселков, то есть там дом с одного поселка, дорога с другого. Аня как бы сделал этот коллаж, и по этому коллажу, она сверху на стене, все это нарисовано углем, не зафиксировано. То есть, по идее, если, допустим, бы мы прошлись вдоль, и как бы ведя рукой по стене, мы бы там смазали половину всего. Мне очень нравится, кстати, конкретно вот этот момент того, что произведение, оно как бы вот не застывшее. Оно очень живое, оно будет уничтожено так или иначе, но это очень сильно перекликается с какими-то моими практиками, и моим пониманием того, что искусство ценно и тогда, а возможно только тогда, когда оно и ценно, когда в нем чувствуется вот эта процессуальность. То, что вот оно здесь есть, а тут его нет, потому что самое главное в искусстве это все-таки для меня не то, что мы видим, а те смыслы, которые искусство порождает. По форме. Это обратная диорама, то есть диорама, она как бы такая, которая в музеях, собственно, она вогнутая, а здесь как бы выпуклая. И для меня вот эта работа по форме, собственно, почему она очень сильно пересекается с предыдущей, потому что диорама — это тоже прием музейной экспозиции. И диорама очень часто, она еще носит, ну, как бы не такой, она носит очень часто как бы образовательный характер, но кроме образовательного характера диорама просто очень часто используется, по крайней мере, вот в советское время, для изображения каких-то событий, связанных с военными действиями, которые, конечно, достаточно пафосны. Это героизация, с помощью диорам показывается, что вот была такая битва, и как все замечательно прошло, как все было как бы трагично, но мы победили. И вот эта обратность диорамы, которая здесь работает, вот так очень-очень физически, физически, то есть это просто другая форма, наоборот. Точно так же и в идеологическом плане это работает, наоборот, потому что на самом деле перед нами тоже какая-то ситуация страны в состоянии войны, но здесь нет героики, и здесь нет пафоса, и то, что мы здесь видим, ну, как бы мы видим на самом деле очень часто и без войны. Ну, бедность, какая-то неуверенность в завтрашнем дне, грязь, размытые дороги, либо отсутствие дорог. Ну, мне кажется, здесь все на самом деле достаточно очевидно, и какого-то особого поля для интерпретации нет. Но то, что касается вот, собственно, этой формы, то, что эта диорама, для меня эта работа тоже была бы как бы максимально раскрыта в своей форме, если бы эта диорама опять-таки оказалась в музее. Потому что на сегодняшний момент в отдельных музеях уже появляется это важная часть, допустим, исторических или краеведческих музеев, которые воспроизводят перед нами линию времени, как бы какую-то историческую перспективу, включать, допустим, ситуацию с войной, разумеется, и многие включают. Но опять-таки это все истории героизации, истории пафоса, истории патриотизма. А эта сторона истории остается невидимой. И именно в музее, в постоянной экспозиции эта работа, ну, как бы, мне кажется, была бы максимально проявлена. Следующая работа Ани Щербины, которая нас немного возвращает к теме, которую мы затронули в начале лекции, про образование, переосмысление образования. Это работа, которую она сделала в рамках проекта Creating Queen, который тоже был инициирован метод-фондом в 2019 году. Работа под названием «Учиться, учиться рисовать портрет». По ссылке сейчас мы посмотрим чуть больше изображений. Вся работа строится вокруг учебника по рисунку, советского учебника 60-х годов. Аня делает, собственно, копию этого учебника. Так же, как она в предыдущие годы делала копии, которые мы можем рассматривать, как копии в рамках образовательного процесса, копии с живописных полотен или копии с этюдов. Здесь она делает копию с учебника по рисованию. Она делает очень буквальные копии. Я думаю, на это можно даже посмотреть, в том числе, как на фотографическое изображение. Она воспроизводит страницы, разворот с элементами, которые присутствуют, собственно, в книге. Это изображение и текст. Текст совершенно нечитабельный. Здесь перед ней не стоит задачи воспроизвести текст, потому что вот это заложенное в названии самой работы «учиться рисовать» — это уже о том, что нам нужно учиться. То есть нам нужно переосмыслять те инструменты, которые у нас есть, которые стали какой-то традицией, вместе с тем стали рутиной и в некотором смысле ритуалом, лишенным осмысленности. Вот таким образом выглядит эта ее работа. То есть видно, она даже воспроизводит эти моменты, где страницы соприкасаются, тень от страницы. Собственно, как бы портреты, как пример в книге. Вот так. И возвращаемся к нашей презентации. Последнее, предпоследнее, о чем я хотела бы рассказать. Это выставка, которая была в 2019 году в Клоузере. Выставка под названием «Пещера золотой розы», которую Аня курировала вместе с Жанной Долговой, Ульяной Боченковой и со мной. Это феминистская выставка. Когда мы ее задумывали и разрабатывали концепцию, для нас было очень важно сделать в Киеве, в Украине феминистскую выставку, которая была бы, скажем так, далека от некой плакатности и лозунговости. Если мы говорим о феминизме, или если мы говорим о феминизме в искусстве, или о феминистской выставке, мы не обязательно говорим о каких-то вещах, которые приписываются нашему гендеру. репродуктивный труд, вещи, связанные с обслуживанием, вопросы работы, дискриминации, насилия. Когда мы говорим о феминистской выставке, мы не обязаны говорить об этих вопросах, которые многим кажутся, не знаю, какими-то... Но вопрос даже не в том, что они первоочередные, а вопрос в том, что если феминизм, то значит вот так. Нет, феминизм очень по-разному. И уходя от этой плакатности, за основу был взят образ пещеры Платона. Пещеры как место, в котором нет ничего, в котором нет знания. И для того, чтобы выйти... Ну, для того, чтобы стать человеком мыслительным и деятельным, нам нужно выйти за пределы этой пещеры, потому что за пределами пещеры, собственно, находится логос, разум, свет и знания. То, что мы можем определить как мужское. Ну, кавычка, мужское. И поэтому в рамках этой кураторской работы мы как бы остановились на том, что нам не нужно выходить за пределы пещеры, потому что пещера на самом деле не пустая, там есть мы. И если пещера воспринимается как какое-то темное место незнания, чего-то хтанического, и это на автомате приписывается женскому, ну, окей, мы можем и с этим работать, но мы как бы будем работать с этим переосмысляя. И, в общем-то, да, мы действительно решили не выходить из пещеры, а брать пещеру за основу. Я не буду тут как бы очень подробно останавливаться на самой идее, кураторской идее выставки, потому что достаточно много текста, и это очень много нужно будет каких-то дополнительных параметров и вводных описывать. И опять-таки про это есть материалы, и это можно будет потом, кто захочет найти и почитать. Я просто чуть сакцентируюсь на работе Ани, потому что кроме того, что она была кураторкой, она еще и выступала в рамках этой выставки как художница. Она, собственно, сделала рисунок. Я думаю, мы вполне его можем обозначить как наскальную живопись, потому что специально в выставочном помещении Клоузера там была выстроена архитектура, которая отсылала к образу пещеры. Мы пытались как бы пещеристость воссоздать, и вот на одной из стен Аня, собственно, нанесла этот рисунок, рисунок с цветными мелками. Он тоже, кажется, был не зафиксирован, но я тут точно не помню. И здесь изображены люди, ракурс снизу. Мы видим, что они танцуют, прыгают, веселятся, вводят хоровод. И мы как бы видим, что у них под юбками. Все эти люди в юбках и без трусов. И тут я, наверное, себе позволю как-то очень вольно проинтерпретировать эту работу, исходя из своей фем-оптики. Но то, что для меня важно в этой работе, это то, что вот этот вот момент заглядывание под юбку, под условную юбку, заглядывание в посте, заглядывание в трусы, который беспокоит многих людей. И в целом, иногда, кажется, всю широкую общественность беспокоит. Он на самом деле совершенно не важен. Потому что, ну, как показывает Аня здесь, то, что мы видим под этими юбками, нам ничего особо не сообщает о том, о тех людях, которые изображены. Потому что изображены просто люди, которые танцуют и веселятся. Ну и да, использование цвета и вот этой как бы такой волнистости, собственно, в рисунке, он отсылает и к кураторской задумке, связанной с тем, как бы, что есть женское в искусстве. Вот это вот все яркое и такое легкое, волнистое. И пересекалось с другими работами на этой выставке, которые тоже где-то использовали волнообразность, где-то использовали цвет и яркость. И, наверное, последнее, что я бы хотела сказать, это последний проект, ну, не последний проектом даже этого года, но последний, который я бы хотела упомянуть. Проект, который Аня делает, до сих пор делает совместно с Ульяной Боченковой, это Читенко, это организованная ридинг-группа. Они, ну вот, я не знаю, запись выйдет, не знаю, когда выйдет запись, но вот в субботу, 12 декабря у них очередной сбор. Обычная ридинг-группа, читаются тексты, да, они как бы фемнаправленности, в какой-то мере это тексты о объектно-ориентированном феминизме, они, конечно, пересекаются с искусством. В рамках, как бы, этой читанки была в том числе и выставка в Крылах. Но самое главное для меня здесь, в этом процессе то, что это ридинг-группа, это, как мне кажется, именно попытка создания сообщества. Конечно, там есть какие-то вещи чисто утилитарные, вроде того, что берется сложный текст, который можно, возможно, самой как-то тяжело читать, разобирать. Коллективными совместными усилиями проще этот текст понимать. Но любая коллективность, которая формируется вокруг решения какой-либо задачи, в данном случае задача образовательная, он способствует обмену мнениями, мыслями, идеями. И это очень хороший старт. То, что этот проект сейчас есть и продолжается, мне кажется, это очень здорово. Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok